Всем привет, меня зовут Илья. Давно я не снимал видео, был в отпуске, ездил, отдыхал, путешествовал. И говорят, что после каких-то путешествий даже меняется человек. Но у меня такое чувство, что у меня даже голос изменился. Сегодня поговорим о музыкальном слухе. Давно у меня в голове жила идея снять подобное видео на эту тему. К тому же были комментарии с просьбами раскрыть эту проблему. Да и вообще, тема, нельзя ее обойти стороной. Музыкальный слух это важно, и поэтому этот день по-любому настал и сегодня этот день. Конкретно сегодня поговорим о тех способах, как можно работать над своим музыкальным слухом. Если вы басист, инструменталист, как можно раскачивать его, как можно развиваться в этой теме. Если у вас там, ну скажем, от рождения средний слух, обычный, как у меня, например, никогда не было никаких задатков музыканта, не было никакого суперслуха, но я могу снимать крутые сложные соло басовые уже благодаря опыту, благодаря тем приемам, которые я знаю, могу быстрее снимать музыку, просто зная некоторые законы. Данная информация будет полезна для тех, кто хочет быстрее и правильно снимать партии, снимать музыку, тем самым быстрее готовить программы, готовиться быстрее и без напрягов к репетициям, концертам, также чувствовать себя увереннее на репетициях, быстрее подбирая все эти аккорды, подбирая все эти ноты, правильно играя аккомпанемент. Также это будет полезно для тех, кто хочет реализовать свои музыкальные идеи. Среди народа бытует такое мнение, что абсолютный слух, если он есть у человека от рождения, он только мешает в процессе музыки, в процессе бытия. Лично у меня его нет, поэтому я не могу сказать. Но у меня был такой случай, когда мы с подругой пошли на концерт, точнее это был спектакль музыкальный, где играла живая музыка. И у нее с рождения абсолютный слух. И мы просидели полчаса, слушая этот концерт, и она сказала, я больше не могу. То есть настолько там, я не слышал этого, но вокалисты фальшивили, где-то не попадали в ноты. И в итоге у нее с абсолютным слухом она не смогла даже дослушаться и пришлось уйти вообще оттуда. А мне было нормально. Поэтому такой вот этот вот пример показал мне, что если представьте, вы на репетиции с другими музыкантами, которые там где-то лажают, вокалист не попадает, а вы с ними играете. Соответственно это будет постоянно вас бесить, вы не сможете с ними играть. Поэтому найти музыкантов к такому человеку очень сложно. И до этого я особо не верил в эту теорию, до этого случая. Но потом понял, чем же этот абсолютный слух может мешать человеку в процессе репетиции, в процессе работы над материалом. Перейдем к делу наконец-то. Существует два вида слуха, гармонический и мелодический. Мелодический, когда мы поочередно берем ноту по одной, а гармонический, когда у нас звучит аккорд, либо какой-то интервал, когда несколько нот звучит. Так как мы инструменталисты, в данном случае я басист, я буду говорить с точки зрения басиста, у басистов гармонический слух всегда развит плохо, как правило. Только в случаях, когда человек, например, играет на каком-то еще инструменте, например, на фортепиано, у него гармонический слух получше, потому что он этим занимался где-то там в училище или музыкальной школе, играл аккорды, мелодию. Слух в таком случае у него будет лучше. Но если человек басист с самого начала, от природы, пришел в музыкальную школу, в училище играл на басу и не знает никаких практических инструментов, то у него с гармоническим слухом будет всегда плохо. Им нужно заниматься отдельно, строить, слушать аккорды, отличать их. Басисты особенно испытывают проблемы со слухом. Объясню почему. Потому что бас, гитара – это компонирующий инструмент, и на нем редко, когда играются мелодии. Если, например, человек играет на фону или на гитаре, он приходит в музыкальную школу в училище, он играет мелодии постоянно. Он постоянно играет соло, и в этом случае вот эти скрипичные соло, они хорошо запоминаются, слух развивается. И, соответственно, человек лучше слышит мелодию, может их записать, может прочитать, чем басист. Басист мелодии не играет, он играет картошки сразу. И какое-то время долго он играет картошки, и мелодию там не все до этого доходят. Поэтому басисту над слухом надо работать особенно тщательно. Ему нужно думать об этом больше, чем человек, который занимался на фону. Он в детстве на этих мелодии наигрался. За 20 лет они просто любой интервал уже слышат, потому что инструмент скрипичный, в скрипичном ключе все высоко, мелодии, и много играется мелодии. Поэтому у бас-гитариста с этим проблема, и над этим надо работать. На первое место в приоритетах бас-гитариста я бы поставил умение слышать тоники аккордов. То есть это самая главная нота, в аккорде первая ступень. Для басиста, естественно, понятно, это самое главное. Для того, чтобы развить этот навык, нужно снимать на слух много простой музыки. Поп-музыки, рок-музыки, где все завязано на тонике, где партии простые. И люди, которые играют поп-музыку, рок-музыку всю жизнь, например, ну не играют там, меньше играют фьюжн, джаз, какие-то там направления, они очень хорошо это слышат, у них выработан навык этот. Они на репетицию приходят, они уже слышат. Вот гитарист играет, он уже опыт, плюс опыт, плюс уже привычка. Поэтому рекомендую снимать простые партии, там, каких-то поп-исполнителей, какая-то попса. К примеру, ну, три аккорда взять. Тоники. Вот их слушать. Запоминать интервалы, запоминать, понимать, куда движешься вверх-вниз, примерно представлять, далеко ли разница между звуками. Это надо в голове прокручивать и понимать. Цифра 2. Второй этап. Усложняем задачу. Второе – это умение слышать трезвучия. Это очень важный навык, и все профессиональные басгитаристы и вообще музыканты, любые, даже не то чтобы басгитаристы, гитаристы, пианисты, они хорошо должны слышать вот эту тему. Их всего я выделяю три основных трезвучия, которые нужно слышать. Это мажорная, минорная и с пониженной пятой, полумешенная. То есть, не просто запоминать, должно прям застолбиться в голове настолько, что просто сразу вы слышите музыку и понимаете, что мажор и минор. Значит, первое мажорное трезвучие, оно должно в голове прям застопориться на всю жизнь. Все. И петь. Второе минорное. Прямо сидите, отрабатываете, пойте в разных, вверху, внизу минор, мажор. И полуменьшенная. Все, застолбили. И пропеть тоже надо. То же самое внизу можно играть. Вот я выделяю три вот этих основных трезвучия, которые нужно слышать. Дальше можно усложнить, сыграть септакор. Соответственно, добавить еще терцию вверх в мажор и для мажора, для минора. Это у нас мажор, минор. Соответственно, минор и полуменьшенная. Петь. Тренируетесь. Тоники. Первый этап был. Попойте тоники. Потом трезвучия. Попойте трезвучия. Петь трезвучия можно просто поочередно, по диатонике, строить эти септаккорды. Вот. Таким образом. Очень хорошо запоминается. И если вы это прорабатываете, то потом будет проще в музыке. Цифра три. Далее. Самое нудное, наверное, самое такое предсказуемое, это пение интервалов. Всех учить. Учить петь, анализировать в голове. Значит, здесь я порекомендую, на самом деле, если вы инструменталист, потому что вокалисты другие, там какие-то тонкости, записать. Например, в секвенсоре куда-нибудь себе эти интервалы. Независимо от того, на каком вы инструменте играете. Не обязательно на бас-гитаре. Вот. Но если вы, например, пианист, запишите интервалы и можете их послушать. Назовите там терция, там квинта, кварта. Вот. Можно их поочередовать, как бы, и попытаться угадывать. Запишите для себя и тренируйтесь, угадывайте, какое там, мешайте в плеере, чтобы они там рандомно выпадали. Вот. Это тоже хорошая тренировка для инструменталистов. Я записал и в группе ВК выложу у меня к этому видео, будут все интервалы записанные. Не только интервалы, а также трезвучие. Основные интервалы плюс трезвучие, как они звучат, подписанные. То есть, можно потренироваться, самому не заморачиваться, просто у меня найти в группе ВК. Вот. Здесь очень хорошо работает метод ассоциации. Например, если мы построим мажорную гамму. Если терцию мы во втором этапе минор-мажор определили, также есть кварта у нас, квинта. Можно ассоциировать каждый интервал с музыкой. Например, кварта, гимн России начинается. То есть, и давать какую-то характеристику. Например, такой, вот как кварт, это такой величественный интервал, такой яркий. Его кварту нельзя спутать ни с чем. Это довольно такой, очень выпирающий интервал квинта. Довольно такой нейтральный. Квинту не всегда можно определить. Она нейтральна, она во всех одинаковых трезвучиях. Поэтому квинта особенно звучит терцией, понятно. Самый маленький интервал у нас полутона. Если что-то джазовое происходит, то это, скорее всего, полутона есть. Вот, и так далее. Каждый интервал мы характеризуем и заучиваем отдельно. Например, малая терция. Начинается на амплинкин парс. Малая терция. Вот. И вот эти вот ассоциации помогают также запомнить интервалы. На самом деле, для того, чтобы не было нудно, не обязательно это делать именно с гаммой. Можно при игре музыки, разбирая какие-то партии, играя каких-то любимых исполнителей, можно анализировать, смотреть, какие интервалы играются. О, и запоминать, как они звучат. И каждая ваша песня, там есть эти интервалы, все известные. И можно просто запоминать это. Это хорошо разовет слух. Хорошо поможет понять. В этом видео я сделаю вставки. Там металлика будет, рхчп, хрби хэнк. Каждый этот риф, он характерен своим интервалом и звучит соответственно. У металлики это пентатоник, который, соответственно, звучит. Ее нельзя спутать. Пентатонику сразу видно. Оп, пентатоника. Все, играешь в пентатонику. Если, например, тебе надо снять материал, слышишь, о, ну да, вроде пентатоника. Пробуешь, подходит, хорошо, не подходит, там что-то меняешь. Потом рхчп там будет с октавами, октавные вот эти рисунки. Их тоже сложно спутать. И, соответственно, риф звучит уже так. Просто анализировать это. Не просто играть бездумно там. О, ну что-то играет, играет, пофига. Понимать, о, тут октавы и так далее. Харби Хэнкок – это полутона. Они характерны, их нельзя тоже ни с чем спутать. Соответственно, тоже это надо в голове держать. Цифра 4. Сыграть, запомнить, выучить минорную и мажорную пентатонику. Как она звучит? Петь ее. Мажорная пентатоника. Своё характерное звучание. Такое восточное, причем далеко восточное, туда в сторону Китая и Японии. Тренируйте, запоминайте, поете про себя. Дальше. Минорная пентатоника. То же самое. Здесь ближе к блюзам, к року. Своё характерное звучание. Если периодически это играть, периодически вы начнете слышать, после того, как заучите, тем начнете это в музыке везде слышать. То есть пентатоника еще много. Почему я выделил в четвертый этап, в четвертую, так скажем, потому что пентатоники в музыке огромное количество. И знание пентатоники хорошо, так скажем, слышание, запоминание в мозгу и тренировка вот этого пропевания пентатоники, это очень хорошо разовьет ваш слух. Пятый пункт по развитию слуха. Пытайтесь играть все, что у вас в голове. Пытайтесь придумать в голове мелодии и сразу же воспроизвести на инструменте. Это очень крутая работа над музыкальностью. К примеру, там сперечень. И пытайтесь это воспроизвести. Любые мелодии подбирайте. Методом тыка не получается, методом тыка. И пойте все, что играете. Это очень полезно для слуха. Также существуют и другие способы, например, брать какие-то ноты любые, там в учебнике, я не знаю, книжке, какие-то хрестоматии любые, там по такту смотреть, пытаться пропеть, как движение вверх-вниз, пытаться это все петь про себя и тут же проверять себя, например, на фоно или на басу. Тоже такое существует. В заключение хочу сказать, что видео в первую очередь рассчитано на тех, у кого нет от рождения никаких суперспособностей, как у меня слух изначально, ну, средней способности или ниже среднего. Но те, которые хотят как-то сбалансировать это и выйти на работу в группе, съем программ, там, работать с материалом, научиться каким-то хитростям, развить эту тему в себе, немножко музыкальности, музыкальный слух. Это будет очень полезно. А на этом сегодня все. Пишите комментарии, что еще, про что снять, про что поговорить, какие темы затронуть, что разобрать. Это все я смотрю. И мне нужны тоже идеи какие-то. Всегда я черпаю именно вот из комментариев зачастую. Поэтому не стесняйтесь, как говорится. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Все как по традиции. А на этом все. Всем любви, доброты. Пока.